...техническая пауза была, но она никуда, к сожалению, от бытовых и от детских вещей отойти невозможно. Так вот, я как раз про Виктора, о том, что с таким графиком, как он сейчас ведет это, будет целесообразно посмотреть, чтобы ехать или вместе, или я поеду один, а он или там с Алексеем в следующий раз, потому что, конечно, такой серьезной делегацией, как вот мы были в Братиславе, когда был Виктор, Алексей Суходоев, я, когда мы встречались, это действительно очень такая значимая вещь. Ну, сейчас уже приходит такое время, что приходится разделяться, смотреть и всем втроем, и даже вдвоем, может быть, нецелесообразно. Да, мы обязательно сейчас это обсудим и подключимся, и вот работу на немецком мы сейчас будем только-только усиливать, потому что работа по Германии пошла очень серьезно. Вот, и как раз мы сейчас, вот если говорить про поездку Виктора в Танзанию, это больше как сегодня очень важная такая презентация, представление, адресные проекты, демонстрация технологии в мире, подготовка к инотрансу, именно в том плане, что происходит узнаваемость технологии. А дальше, вот что интересного стало происходить, буквально Виктор провел презентацию министру транспорта, вечером мы встретились с очень серьезным бизнесменом, который ведет ряд проектов и по Африке, и по Латинской Америке, он сам из Словакии, но с очень серьезными такими международными связями. Вот, обсуждал вопрос, он представитель крупнейшего бизнесмена, вот, обсуждал вопрос по финансированию, и вот здесь вот, друзья, начинает работать синергия того, что мы с вами сделали. Он начал говорить и про транспорт, про Австралию, что они взаимодействуют, и Виктор тут же показал, что, друзья, ну, уж Австралия-то нам вообще как родная, у нас партнер, там, Ротхук, там, вот он возглавляет компанию. Друзья, эффект был просто вот одну секунду, этот человек сказал, если Ротхук с вами, если он входит в ваши партнеры, мне не надо больше никаких доказательных вещей. С точки зрения состоятельности технологий и вашей состоятельности, потому что если Ротхук ваш партнер, значит, считайте, я тоже ваш партнер. Это, друзья, было настолько интересно и серьезно слушать, что, когда мы говорили, профессионалы такого уровня, когда подсоединяются, то это очень важно. И здесь я вам могу сказать, что вот эту работу, которую год делали с Ротхуком и его профессионализм, что он приехал, и так как мы сегодня оцениваем его профессионалом, и он и как личный друг, и как бизнес-партнер Юницкого сегодня, управляющий компанией в Австралии, вот сегодня, с точки зрения дивидендов, это уже начинает давать очень серьезный эффект. Потому что люди, которые ведут также десятки проектов инвестиционных по всему миру, как только они узнают о том, что ваш партнер Ротхук, они говорят, это нам более чем достаточно для того, чтобы мы обсуждали адресные проекты. И они с Виктором договорились уже непосредственно о следующих контактах в Минске, о инвестициях в десятках миллионов долларов, и эта работа серьезно и серьезным образом пошла. И это, друзья, очень серьезно сейчас движется. И следующий у нас был контакт потом, Алексей, к сожалению, в понедельник рано утром улетел, я остался один, у меня был самолет вечером из Вены. И у нас был еще один контакт в консульстве Алжира в Братиславе. И там тоже бизнес, который, ну, то есть бизнесмены из Словакии, но они также имеют производство в Европе, и проекты, связанные с энергетикой, также в ряде, соответственно, и азиатских стран, и африканских, и проекты, которые идут. Да, вот как раз показывает эту встречу. Что было очень интересно, забавно на этой встрече, я уже писал, что я, Стефан, это вот сидит, это наш партнер, который развивает активнейшую партнерскую сеть сегодня по, и самый, наверное, самый крупный сейчас инвестор с точки зрения построения сети по Восточной Европе. Он говорит по-русски, ну, так сносно, он все понимает, плохо говорит, поэтому, когда я говорил по-русски, он переводил это на словацкий, а рядом сидит, видите, такой чернокожий, это очень интересно, это бывший консул, сейчас очень такой серьезный консультант бизнесмена, вот, который находится справа. Он переводил со словацкого на французский, а вот спиной к нам сидит, это представитель крупнейшего бизнесмена из Франции, который ведут сегодня проекты в Алжире. Вот, и следующую презентацию мы уже договорились так, что будут делать для алжирских и, как они говорят, то есть правительства и бизнесменов в Париже. Естественно, туда поедет делать презентацию Алексей Суходой, который в совершенстве владеет французским, мне там делать нечего. И вот этот вот разговор, который шел с русского на словацкий, со словацкого на французский и потом обратно в такой же порядке, это, конечно, очень выглядело забавно. Вот, а вот бизнесмен, который всю эту встречу организовал, вот в кабинете которого это все находится, он более-менее говорил по-русски, поэтому ему переводчик не нужен был, поэтому он слышит, ну, понимал так, о чем мы с ним общались. Поэтому самый интересный такой кульминационный момент этой встречи, когда Штефан говорит, ну, он же через Штефана мне говорит, что, а давайте мы ведем сегодня проект в Дубае по строительству крупнейшего небоскреба. Давайте я вас презентую нашим партнерам. И показывает небоскреб, который строит та компания, с которой приезжал Рудхук. Я говорю, знаете, я говорю, я вас могу не то что разочаровать, я очень рад, но к нам приезжал Рудхук, который является вообще проектировщиком сегодня его компания для этого строительства. И у нас на полигоне две недели назад были эксперты именно технологий, которые работают, которые проектируют этот проект. Поэтому давайте объединим эти усилия для того, чтобы выходить и дальше делать проекты, а у него очень серьезные контакты именно с верхушкой вот этих шейхов, которые работают. Поэтому здесь все это объединяется с синэнергией, и эффекты уже получаются именно на рабочем уровне. И здесь, друзья, опять же, мы постоянно будем это помнить и постоянно говорить, что было бы это все, если бы не был партнер Рудхук, который уже второй раз приезжал с экспертами и не изучал технологию, и не строился экотехнопарк, и не готовил их технологии к презентации. Это сейчас говорит все, друзья, о том, что по мере развития все эти контакты будут увеличиваться, делаться. И еще ряд у меня было тут же контактов по проектам в Двинеи, по проектам в Алжире, по проектам в Непале. То есть Африка – это интереснейший континент, то есть там, где он богатейший и сегодня беднейший. Поэтому с точки зрения социальных последствий, которые будет давать и рабочие места, и развитие бизнеса, именно технология Transnet, которая будет покрывать сеть, то есть Африка будет взрывным ростом, именно покажет ответ на те инвестиции, тот бизнес, который сегодня вкладывают. Естественно, что весь крупный бизнес и во Франции, потому что это бывшие их колонии, и в Словакии, то есть которые сегодня через Евросоюз всю эту работу ведут, это идет развитие и идет понимание о том, что в этих проектах надо участвовать. И когда они видят технологию, без которой сегодня развитие дальше невозможно, естественно, они становятся сразу нашими партнерами. Поэтому у нас сегодня есть предложение, и когда я говорил, что Виктор, Алексей Суходоев, там еще ряд наших молодых ребят, они будут жить через некоторое время в самолетах, потому что это будут постоянные переговоры, согласования, новые адресные проекты, и это все будет приводить к капитализации. И сегодня уже, скажем так, хороший поток таких проектов, он ускоряется, ускоряется, и вот я после нашего германского обязательно поеду, уже надо, будем дальше, следующая рабочая встреча с Анатолью Дарчевым, Юницким. То есть у нас уже начинает сформироваться реестр первоочередных проектов, который, отставайте, тут уже надо определять, какие будут приоритетные в первую очередь, какие менее приоритетные. Соответственно, уже начинается, друзья, эта работа, и это как раз результат того, что мы подходим к четкой демонстрации технических характеристик технологии, и, соответственно, становятся осязаемые уже финансовые показатели. Поэтому, друзья, в этой связи, что точно и четко мы должны сейчас понимать? Что те венчурные премии, которые закладывает сейчас компания, они не бесконечны. Вы видите, уже за несколько месяцев очень серьезно произошло снижение, и дальше этот дискаунт будет стремиться к нулю, ну или там один к одному, чтобы были те обязательства, которые сегодня продаются. И фактически, друзья, мы должны с вами понимать, и всем остальным доводить, что закрытие финансирования для входа в корневую технологию, это фактически означает, что больше дискаунта на эти обязательства нет. И как только прекратится дискаунт, то, соответственно, начнется новый этап уже реализации этих обязательств. Это начнется уже фактически свободный оборот. То есть тот, кто хочет купить и получать с этого прибыль, значит, покупает. Это прямые инвестиции. Сегодня это венчурные инвестиции. За венчурные инвестиции идет венчурная премия, дискаунт в обязательствах. И когда вы будете доводить и говорить, что, друзья, сегодня, помимо дивидендов и капитализации этих обязательств в будущем, когда они будут расти в цене, сегодня есть возможность очень серьезно заработать и очень серьезно получить прибыль на вот этих дискаунтов. Да, это, друзья, плата за риск. И если вы готовы и хотите рисковать, то сегодня это наиболее важный, интересный момент, потому что технология готовится к презентации, и технологические риски будут снижаться очень быстро. Соответственно, сегодня, по мере того, как ведутся, и вы видите, и в чатах везде переговоры, что Юницкого и приглашали, он на прошлой неделе встречался с руководством Академии наук Крыма, договорились о научной дальнейшей работе. Сейчас идут вопросы, уже приглашают на комитет по транспорту Госдумы. Правда, это и в Госдуме осталось два месяца всего, потом вообще непонятно, кто и что там будет, чем заниматься, вот с теми выборами, как сегодня идут. Вот, соответственно, это тоже все идет больше и больше признания технологии. И инвесторы, которые сегодня приходят, и что для нас, друзья, наиболее интересно, что я, допустим, год назад даже не мог предположить, но здесь я абсолютно уже имею право ошибаться, и я этого права, так сказать, за собой никогда не отменял, потому что трехлетие проекта, которое началось именно с точки зрения краудинвестинга, я вам сразу могу сказать, что я не понимал и не представлял о том, что краудинвестинг может вывести проект на такую высоту. Я считал, что должен появиться стратегический инвестор, должно дать государство, должен прийти красивый дядя, в общем, не знаю кто, но только не краудинвестинг, а именно большое количество мелких инвесторов, которые поднимут проект. Юницкий всегда меня убеждал, и мы несколько лет пытались запустить, но так и не вышли, и сейчас я четко признаю, что краудинвестинг и то, что мы с вами сделали за три года, это было единственно правильное решение, потому что сегодня, имея более 100 тысяч инвесторов, которые сегодня инвестировали небольшие суммы, мы сняли риски, и мы сделали тот первый шаг, который никогда не хотел делать ни один крупный бизнесмен. Я вам всегда говорил об этом на конференциях, уже на уровне афоризма ходят, что из этих крутых бизнесменов никто не хочет быть первым, потому что он несет на себе риски, а пользоваться будут все остальные, но из них никто не хочет быть вторым, потому что первый снимает основной прибыль. Поэтому все хотят быть полтора, то есть как бы и не нести риски, и в то же время снять максимум. Знаете, так сказать, и рыбку съесть, так сказать, и еще в неприятные ситуации не попасть. Вот, поэтому такого не бывает. И мы с вами сделали за три года самое главное. Мы создали технологию, мы ее защитили, сегодня тут пишут, не может сегодня никто ничего захватить, просто теоретически не может, нет такой возможности даже захватить эту технологию. Соответственно, мы создали демонстрацию, и при этом нет стратегического главного, кто может сказать, что все принадлежит мне. Все это, друзья, принадлежит нам, вместе с Юницким. И Юницкий не один, у нас сегодня сотни тысяч. И мы, друзья, не просто являемся инвесторами, мы еще и можем защитить себя, что мы не смогли сделать в 2001 году. Когда, как всегда любят, говорит Алексей, неизвестные люди по неизвестным причинам приехали, спилили полигоны, везли в неизвестном направлении. Так вот, друзья, у нас тогда была горстка энтузиастов, которые были вокруг Юницкого, и мы ничего не могли, даже если бы мы все вместе встали вокруг одной опоры. Вот, поэтому это разговор ни о чем. Сегодня, когда у нас из 75 стран, друзья, последняя статистика, из 75 стран сотни тысяч акционеров, и сегодня только Европа, европейские акционеры начинают давать уже, что, кстати, тоже, друзья, впервые начинают давать больше, чем из России и стран СНГ, для нас это тоже тенденция. И это как раз то, друзья, о чем я тоже не мог предположить. Я год назад был уверен, что только российские акционеры, только российские инвесторы могут продвинуть этот проект, потому что они только могут понять, о чем мы говорим, они только могут поверить российскому изобретателю, инженеру Юницкому, и, соответственно, инвестировать, продвигать. Сегодня, друзья, ситуация разворачивается в кардинально, в противоположную сторону, что сегодня основными инвесторами становятся как раз пока восточные европейцы, теперь немцы, а сейчас уже идут большие заявки уже из Англии, из Франции, из Италии, из Канады, из Америки, и никого не пугает юридическая схема, все все устраивает, и никого не пугает платежи, которые сегодня идут, и никого не пугает сегодня обязательства, которые выписываются в акционерном сейфе на БВА, и все, друзья, понятно и четко, прозрачно, юридически защищено, потому что только так можно сработать в инновационном венчурном проекте. И это тоже, друзья, новая тенденция, это тоже, друзья, новое направление, и оно идет, оно развивается, и мы с вами все к этому причастны. И что сейчас самое главное, вот, и наша интенсивная работа, которая была и которая будет, это не снизить темпы, друзья, и сегодня, привлекая людей и объясняя, доводя информацию, во-первых, не тратьте время на тех, кто говорит, не верю, никогда не поверю, друзья, ваши проблемы. Через три месяца приглашаем в Берлин или в Экотехнопарк, если это тебе не доказательно, ну тогда иди лесом, потому что, что тратить на людей, которые все равно всегда будут против, всегда. Знаете такое, что Баба-Яга против. Те, кто сегодня присматриваются к проектам, сегодня можно говорить, что, друзья, если вы смотрите, верите, вы увидели уже, что за три года проект развивается, а не умер. А здесь я могу сказать уникальность, друзья, ни один проект в интернете больше трех лет еще не живет. И тоже для меня очень занимательно, друзья, пишут, какие молодцы, мы передали эстафету, да, друзья, мы с вами, вот те, кто пришел год назад, вот инвестировали там по 10, 20, 40 долларов, мы создали с вами, мы сделали невозможное, мы создали то, что можно показывать. И сегодня и немцы, и поляки, и вендоры, они приходят на готовую работу. Они видят, что развивается, видят, что делают, они видят, что три года проект идет, и что за эти три года сделано, для них начинает работать та доказательная база, которую мы создали. И, естественно, они входят, они, друзья, входят с серьезными инвестициями, потому что немцы не понимают, что такое инвестировать 20 долларов или 30 долларов. Это у них столько гамбургер стоит, понимаете, и они не понимают, как можно в новую технологию инвестировать гамбургер. Для них это непонятно. У них инвестиции начинают от 5 тысяч евро, 10 тысяч евро, и, соответственно, они инвестируют в несколько проектов. И для меня интересно, что на прошлой презентации в Ганновере, ну, под Ганновером, была презентована вот эта крупнейшая сегодня хайп, или как это, интернет-проект македонца, Биана Пуш, и они как раз все показывали, там я познакомился с парнем, он из Одессы, живет уже 25 лет в Германии, он привлек в этот проект 36 тысяч немцев и инвестировал более 18 миллионов долларов. Естественно, что он был очень горд, так очень показал. Так вот, на прошлой неделе эта компания прекратила выплаты и, соответственно, фактически объявила о том, что она хайп. И в этот раз, когда мы с ним встретимся, мне интересно будет посмотреть, как его реакция, потому что первое, с чего я начинаю презентацию сегодня для такого рода сетевиков, я им задаю вопрос. Друзья, назовите хоть один проект, который существует в интернете более трех лет и активно развивается. Друзья, ну то есть есть классика, которая уже 20 лет существует, но на них сегодня первое, не заработаешь раз, и второе, они работают с конкретным продуктом, который они пытаются продать. Два. И сегодня, а вот проекты, которые начинались, потом очень активно развивались, делали, привлекали десятки, сотни миллионов долларов и миллионы людей, и потом растворялись. Вот таких проектов у меня не хватит ни пальцев, ни на руках, ни на ногах, для того, чтобы объяснить и рассказать все эти проекты. Так вот, мы сегодня активно развиваемся, и мы проект, который не имеет к финансовым составляющим и к финансовым инструментам никакого отношения. Мы не собираем деньги для того, чтобы инвестировать и на этих деньгах заработать, и потом отдать это инвесторам, как в основном все пытаются сделать, как они объясняют, почему получается прибыль. Наоборот, друзья, мы и все деньги инвестируем в технологию до копейки. И наша задача, почему это стопроцентный венчур, потому что мы получим отдачу только тогда, когда будет продаваться технология, когда будут на нее заказы, придут заказчики, придут инвесторы, вот тогда это начнет приносить прибыль. Мы с вами сегодня создаем машину, и когда эта машина будет продаваться, технология продаваться, мы будем получать прибыль. И мы не рассказываем никому сказок о том, что вы будете получать 1% в день, ну вот как Биана Пушин, из-за того, что мы создали робота, из-за того, что он там за долю секунды продает рекламу, и на этой рекламе вы там что-то заработаете. Вот, друзья, мы ничего такого не говорим. Мы создаем технологию, и это можно увидеть каждый день в репортаже, а для тех, кто желает, можно приехать в Эко-технопарк, для него всегда проведут экскурсию, если он, естественно, серьезный инвестор. И всегда можно убедиться, что это реально работает, и это реальная правда. Так вот, на сегодняшний момент, друзья, мы уже из проекта, который 3 года назад и начинался, и имел все абсолютные, то есть почему вот сегодня мне прислали статью, РЖД комментирует там Hyperloop, комментирует Skyway, говорят, что вот их смущает только финансирование, и при этом пишут, что мы, как РЖД, хотим финансировать магнитную левитацию, то есть уже весь мир давно признал, что это полный бред, вот, они говорят, но, интересное добавление, но дайте нам для этого государственных денег. Вот когда вы дадите нам для этого бюджетных денег государство, вот тогда мы будем финансировать дальше магнитную левитацию, и опять сделать бредятину, которую никакого результата, если Сименс 60 лет это финансировал, потом бросил, признав, что это не перспективно, то, наверное, на это есть определенные результаты. И сейчас они все ухватились за Илона Маска и за Hyperloop One, эту технологию, которая опять сказала, что мы будем давать тысячу километров в час, и, соответственно, давайте вкладывать, и РЖД тоже опять, давайте развивать опять свою вакуумную трубу, у нас есть разработки, давайте опять 15 миллиардов долларов, и мы вам что-нибудь построим. Это, друзья, жулики придумывают аргументацию для жуликов, чтобы где-то спилить себе денег. Ничего другого здесь нет, так было всегда. И на что другое они не способны. Не способны. Более того, если говорить по Hyperloop, то сегодня там происходят очень интересные события, очень интересные. Генеральный конструктор, главный конструктор, который занимался магнитным подвесом, на прошлом неделе объявил о том, что он уходит из Hyperloop, из проекта. Это очень интересно. Сегодня вот мне сбросили статьи, что там идут скандалы, там кто-то кому-то где-то из руководства пристает с точки зрения домогательства. То есть они там еще и разобраться не могут. Нас это, друзья, вообще никак не касается. Какая разница? Просто это уже говорит о том, что там не все просто, но самое интересное, когда задали вопрос Илону Маску о том, что вы сейчас видите технологически сложного в проекте Hyperloop. Он, друзья, сказал, что, знаете, изначально надо было закладываться не на магнитный подвес, а на железное колесо по железному рельсу. Это, друзья, наиболее интересный такой подход. То есть даже Илон Маск говорит, что да, вакуумная труба, да, вакуумная интересная конструкция, но магнитная левитация сегодня сложный технологический. Давайте начнем с колеса. А тут, друзья, если идти обратным счетом, у нас Юницкий 36 лет назад предложил вакуумную трубу для того, чтобы создать ОТС, общепланетарную транспортную систему, а потом обратным счетом я упростил до эстакады именно струнной, а сегодня, вот мы разговаривали, он тоже говорит о вопрос, если стоит вопрос о скоростях 1000-1250, то, в принципе, Skyway, это уже будет гипер-Skyway, он может предложить и такие скорости, но цена, если на прошлой неделе предварительные подсчеты Hyperloop дали 45 миллионов долларов за километр, это только одна система без инфраструктуры, а Юницкий говорит, что у нас и скоростная, и городская, и юнибайки, и гиперскоростная, все в единой системе, которая будет 4 в 1, и она не будет превышать, не знаю, там около 10 миллионов долларов, это все предварительные расчеты, то есть 4 раза дешевле, то о чем здесь может идти речь, поэтому это, друзья, все пустые разговоры, когда нас пытаются сказать, что или конкуренты, или кто-то где-то пошел, пока не будет построен опытный участок, пока не будут проведены испытания, технологические испытания, и вся демонстрация, ни о каких расчетах, друзья, не может быть и речи, все остальное, это напоминает анекдот, когда два старичка там обсуждают, кто сколько за ночь там может из себя совершить героев, понимаете, один в другом говорит, там 10, другой 20, он говорит, ну какая разница, сколько мы говорим, поэтому здесь вопрос, сегодня все расчеты, которые идут в Skyway, это инвестиционные расчеты, они идут из тех затрат, которые произведены на конструкторское бюро, на проектирование, на изготовление, на строительство, то есть мы сегодня можем уже считать, и я с Анатолием Довальевичем даже сталкивался в такой, когда нам приехали партнеры из Израиля и сказали, что сегодня SkyTran, который строит НАСА вместе с израильским правительством, они дают цену меньше 5 миллионов долларов за километр, и я говорю, Анатолий Довальевич, ну вы скажите 3, ну какая разница, ведь они же врут, а мы тоже можем сказать, что ниже, сейчас же самое главное начать делать, а потом посчитать проект, вот, и тут Антолий Довальевич очень жестко говорит, они могут позволить себе обманывать, вводить заблуждение, а мы нет, потому что мы уже строим, у нас цифры уже привязаны к конкретным затратам, а они просто бла-бла-бла, не имея образца, начинают говорить любые цены, то есть потом, как говорится, все покажут, и потом будем обосновывать, почему удорожает, поэтому и на сегодняшний момент та позиция, которая принята, она единственная правильная, потому что это правда с точки зрения заказа и работы с инвестором, и с другой стороны, это уже, друзья, то, что подтверждено именно экспериментально и практично, поэтому с Hyperloop, тут у Анатоли Дуаровича с Виктором даже возникла идея, а не пригласить ли нам главного инженера Hyperloop на работу в Skyway, но я могу сказать, друзья, после сегодняшних публикаций и скандалов, которые у них идут в компании, давайте лучше они пускай сами со своими проблемами разбираются, нам такого рода проблемы, наверное, в компании не нужны, потому что я считаю, что у нас работают все нормальные люди, которые нормально ориентированы и по семье, и по взаимоотношению в жизни, в бизнесе, а все остальное, друзья, не могу никак не понять, не принять, поэтому чем дальше мы от этого будем держаться, тем, наверное, лучше, ну и потом я считаю, что у нас инженерной команды во главе с Анатоли Дуаровичем вполне достаточно, и более того, я могу сказать, что это самая сильная команда в мире, которая способна решать такие задачи, потому что мы заявили три года назад, мы за три года это реализовали, сделали, сейчас переходим к испытаниям, к демонстрации, теперь каждые полгода, будем показывать все более и более интересные решения, продвижения, и этот процесс бесконечный, так как, мне тоже, а когда заканчиваются инвестиции в Эко-технопарк, я говорю, друзья, никогда, никогда, это будет постоянно в ближайшие сто лет создаваться новые образцы, будут совершенствоваться, будут улучшаться, удешевляться, упрочняться и так далее, так же, как iPhone, вот что было бы ценности в iPhone, если бы в 2007 году он появился и за 10 лет не изменился, за 10 лет, друзья, уже прошло не один десяток модификаций iPhone, и как можно сравнивать сегодня iPhone 7s с тем, что был первый, это просто небо и земля, вот точно так, а прошло 10 лет, даже 10 еще не прошло, 9, так вот, то же самое, друзья, тот Skyway, который будет строиться через 10 лет, его нельзя будет сравнивать с тем, что сегодня демонстрируется, показывается сегодня, так, вот уже пошли новости с Танзании, Виктор пока живой и здоровый, видите, даже ничем и никем не укушенный, вот, так что мы очень будем надеяться, что все у него будет хорошо и с точки зрения работы, и с точки зрения здоровья. Ну вот, друзья, давайте на этом я передам слово Алексею Суходою, у него, как всегда, огромное количество своих новостей, своего взгляда на мир, поэтому сейчас, видите, друзья, нам уже просто для того, чтобы рассказать и показать определенные новости, их прокомментировать, уже скоро часового вебинара будет не хватать, и я не могу сказать, друзья, что меня это сильно разочаровывает, или сильно меня сегодня это напрягает, это, друзья, результат той работы, которую мы делали, которую мы делаем, и дальше с еще большей интенсивностью будем делать. Я думаю, что предел, когда я за день проезжал, посещал пять городов в трех странах разных, я думаю, что еще и это не предел для той работы, которую мы дальше будем делать. Алексей, тебе слово, я, друзья, могу как раз в честь. Благодарю, Сергей Анатольевич, ну, вот, собственно, да, мы с Сергеем Анатольевичем тоже вернулись на такое традиционное место пребывания, то есть, я в Челябинске, ну, я думаю, что, скорее всего, ненадолго в Челябинске, действительно у нас сейчас такой вот режим формируется у всех активистов, кто развивает Skyway, кто по сети, кто уже по адресным проектам, сегодня идет и на пром, и, дорогие друзья, мы вот развиваемся буквально одновременно, параллельно и по строительству, и по развитию адресных проектов, это действительно просто супер. Я искренне и честно признаюсь, я не мог этого предположить в 2014 году, что мы выйдем на такой уровень вот уже в 2016 году, чуть больше, чем через два с половиной года. Скоро уже фактически три года я буду развивать зимой проект Skyway, и действительно неимоверно горд этому факту, и, как и многие из нас, мы просто гордимся этим фактом, неважно, принимаем мы участие в адресных проектах, не принимаем, но действительно факты и результаты говорят о том, что те люди, которые не присоединяются к проекту Skyway, на самом деле люди, по большей части, не думающие о перспективах будущего, не думающие о своих поколениях, детях, внуках, правнуках, кто-то абсолютно верно так же инвестирует для правнуков даже, и это действительно заслуживает уважения, это действительно заслуживает правильного восприятия реальности, логичности, и также коллегия с Министерства иностранных дел, абсолютно логично, вот вы видите, на стенде слева вот виднеется логотип Skyway, и абсолютно по праву технология Skyway названа белорусской, я думаю, что никто не расстроится, будет она русской либо белорусской, потому что самое главное, что мы участвуем в развитии этой технологии, и одна из вех, один из пунктов при первых презентациях, в том числе и крупным инвесторам, в том числе и миноритарным инвесторам, то есть средним, мелким инвесторам, было то, что это сопричастность к великому, это дорогие друзья, действительно сопричастность к великому, то есть вот Виктор Бабурин, также подписывайтесь на инстаграм, кто найдет в фейсбуке и так далее, на Виктора Бабурина, потому что он, как и я, как и Сергей Анатольевич, как и другие все активисты, мы публикуем буквально в смысле блок развития, вот в какой мере кто-то из нас влияет на Скайвей, и действительно пошагово стараемся давать события, пошагово стараемся заинтересовывать и информировать в первую очередь тех сетевиков, я вот в инстаграме работаю больше с иностранной аудиторией сейчас, и вижу, ставят лайк, очень серьезный пример сетевой лидер, либо просто предприниматель, союз предпринимателей какой-нибудь иностранный, и на него, естественно, выхожу, далее с ним контактирую и работаю, потому что, дорогие друзья, время действительно у нас не только средних инвестиций сегодня пришло, но и самых крупных, и об этом я могу сказать при переговорах, на многих переговорах за свою жизнь 30-летнюю присутствовал, но сейчас мы подходим к переговорам вообще вот именно рассуждением и определению, насколько квалифицированный инвестор, насколько он честен в своих намерениях, и опыта становится настолько уже немало, что мы такого инвестора сможем определить, и что могу сказать по словакии, действительно были серьезные разговоры с серьезными потенциальными крупнейшими, я бы сказал, инвесторами, то есть у нас таких инвестиций еще в компании от одного человека, от одной юридической фирмы либо организации еще не было, то есть рекорд на сегодняшний день пока что 330 тысяч долларов и 5 миллионов в перспективе долларов, но свершившийся факт это 330 тысяч долларов. Естественно, мы сейчас намерены эту планку повышать, намерены повышать с точки зрения шума вокруг инвестиций Skyway, безопасность инвестиций Skyway, потому что основную безопасность, допустим, при покупке жилья, что составляет? А спрос, спрос на рынок, если, допустим, квартиры в том или ином строящемся доме не покупают, значит, что-то с этим домом абсолютно не чисто. И если уже действительно крупнейшие инвесторы заинтересованы инвестировать в нашу компанию, значит, у нас все чинно, чисто, благородно, у нас все откровенно, чисто, открыто и юридически правильно. Это факт, дамы и господа. И чего не скажешь, Hyperloop, Hyperloop One, то есть на своей страничке ВКонтакте я дал парочку ссылок, и это как связующее звено. Вот кто-то сбросил статью, что возможно Skyway примет на работу технического директора, и на самом деле, дорогие друзья, вот очень важный факт, что сооснователь Hyperloop One, то есть Броган, Бэм Броган сказал о том, что он не совсем вообще вот сейчас понимает и не совсем уверен вообще технологической состоятельности проекта маркетинговых привлечений денег, да, и факты, что коллеги его повышают себе зарплату и так далее, говорят о том, что Броган, Бэм Броган либо хороший маркетолог, либо он действительно откровенный и намеренный, стремящийся к перспективе развития проекта, бизнесмен, и это человек действительно с большим опытом. И как раз таки вот история, я сброшу сейчас вам статью, и в первую очередь рекомендую те, кто понимает английский, прочитать ее в языке оригинале, и причем комментировали одни из главных репортеров по транспортному направлению, то есть обсуждает конкретно эта редакция и Uber, и Hyperloop, только Skyway почему-то не обсуждает пока что, я могу сказать почему, потому что либо к сожалению, либо к счастью, но на самом деле, дорогие друзья, все вовремя, мы сейчас на иностранном рынке только начинаем не появляться, а просто блистать и сверкать, например, как мы блеснули и сверкнули непосредственно на встрече с министром транспорта Словакии, и очень действительно такой вот судьбоносный факт, что и Евросоюз Словакия вступала, и много очень событий просто переплелись, и общение с крупными инвесторами, как я и говорил, и буквально закономерное принятие и подписание соглашений с техническим Словацким университетом, друзья мои, это действительно закономерность, это логика развития нормально развивающейся компании, в которой мы сегодня с вами и принимаем участие. И если говорить про технический Словацкий университет, тоже для англоговорящих, я специально взял интервью у нашего коллеги, именно научного работника, профессора кафедры машиностроения, кафедры транспорта, сейчас пока что его имя не буду упоминать, то есть если оно появится где-то в ресурсах головной компании, то будем открыто говорить на вебинарах, но сейчас мы именно гнем такую линию политкорректности, и к этому, дорогие друзья, мы вас также призываем, то есть если допустим общение ведется вот к примеру с Аркадием Беряковым, замечательный человек, который инициирует адресный проект в Екатеринбурге, не говорит, а делает, и много людей, которых я встретил среди участия в многочисленных уже конференциях по Skyway, которые много говорят, но адресных проектов, даже инициации их не происходит. И параллельно вот с тем, что сейчас идет вебинар, я вот завтра действительно в сомнениях ехать на Инопром или нет, завтра крайний день, но я помню прошлый Инопром, и сегодня как бы индийская тематика у нас, не так много коллег, общающихся на английском языке, французском языке, среди наших активистов Екатеринбурж и возможно стоит туда поехать, даже с тем фактом, что у меня закончились визитки, потому что как раз таки вот на таких выставках, которые вы видите на слайде, к примеру, выставка белорусских технологий, естественно, выставка Skyway и происходят контакты, и сегодня нам есть что показать, дорогие друзья. Это действительно то, чего нет у Hyperloop, какую демонстрацию они сделали, то, что вот это чуть больше 150 километров в час тележка дребезжащая и в замедленном режиме, если посмотреть, там вибрация, стук от колес и вообще неэффективность технологии показывают в полной мере. Это ли демонстрация? Ну, если это именно расценивается как демонстрация, то у нас даже подвижной состав один к одному, один к десяти проехал наиболее эффективно и наиболее действительно показательно. И чем мне нравится политика головной компании, то, что действительно Анатолий Эдуардович Юницкий, действительно его зам, у которого я лично очень многому учусь, Сергей Анатольевич даже учится, несмотря на то, что опыт разный, но Виктор Багурин находится действительно в эпицентре составляющей головной компании, и опыт там рождается буквально каждый день. То есть огромное счастье тем, кто работает в головной компании, потому что там эпицентр всех событий. Там Анатолий Эдуардович говорит о своих первых изменениях ноу-хау, совершенствованиях ноу-хау, и там как раз таки сердце производственное, юридическое, финансовое. Это то, что обеспечивает успех, дорогие друзья, на сегодняшний день нашего проекта. И в чем я действительно уверен, что успех будет продолжаться. И сегодня закономерно складываются события, дорогие друзья, вот то, что опять же про Hyperloop скажем в Москве и так далее. Потом в Москве отменилось, и я специально, когда из поездки у меня были некоторые проблемы с перемещением в Словакию с той датой, на которую я должен был попасть, именно из-за проблем, то, что у нас неэффективная транспортная составляющая, неэффективный визовый паспортный контроль, то есть, по сути, визы должны быть отменены вообще. И я перемещался из Шереметьево во Внуково, специально поехал на такси, чтобы узнать от таксистов, от тех, кто общается с большим количеством людей, в курсе ли они вообще о Skyway. Мне попался интересный человек, инженер, военный инженер, занимался вертолетами и так далее. И о проекте Skyway он несколько в курсе, но не было веры, что этот проект действительно реальный. Я, естественно, показал ему фотографии, которые у меня в смартфоне именно в категории неудаляемые, визуализацию, замечательный инструмент, и записывайте, я вот чуть попозже сброшу видео, визуализации, записывайте, переписывайте на смартфон, единственное, чего там не хватает, это грузовых подвижных составов. В этом ролике действительно есть все, то есть был показан мир, каким будет Skyway в городской среде, в среде мегаполисов, то есть перемещающиеся уже юнибусы, парящие, летящие юнилеты, это действительно показывает очень наглядно, каким будет транспорт второго уровня. И что действительно пробивает на пролом, то, что демонстрации у нас будет осенью, то, что приглашены и на транс, то, что Виктор Бабурин сейчас в Танзании, и Виктор со мной поделился, что огромные пробки, вообще перемещение, я вот вижу его отсутствие, то есть когда в Вайбере он пропадает, это значит, что он находится в пробках, либо на деловых переговорах, но с утра он пропадает из Вайбера на большое количество времени, так скажем, потому что действительно очень серьезные пробки, очень серьезные проблемы вообще в экономической составляющей стран Африки, и сегодня вот на Инопроме тоже программу я несколько читал, знакомился, российско-африканский форум, пленарные заседания России и Африка навстречу друг другу, дорогие друзья, а может быть это совпадение, а может быть это как раз таки закономерность, и Skyway, как обычно, невидимой рукой кто-то ведет, Анатолий Эдуардович выбирает правильную стратегию, и выбору, допустим, между общением в ряде других русскоговорящих стран и выбора Танзании, пал выбор на Танзанию, и он абсолютно верный, и это, дорогие друзья, действительно, дорогого стоит, что стратегия у нас выбирается абсолютно верно, на фотографии вы видите в инстаграме Виктор разместил фотографию, и мэр одного из африканских городов возраста Виктора, и он абсолютно заинтересован в развитии и в содействии развития технологии, и я не буду предвкушать и подбирать, так скажем, хлеб, вещание и спикерство в перископе на данной поездке у Виктора Бабурина, он обо всем расскажет уже этим вечером, новости будут более чем интересные, но, как говорится, у нас сейчас цель искать родов хуков в различных странах, то есть в Словакии мы подходим к этому, и время покажет, проверка покажет, насколько этот человек заинтересован, там проработка уже ведется, и Виктор сказал, что в этом направлении также абсолютно активно ведется уже во всю проработка и в Танзании, в этом действительно очень интересном месте, где среди трущоб, среди очень бедного жилья вырастают отели, дорогие отели, и это та ситуация, которую может повторить Танзания, как ранее Саудовская Аравия, Саудовская Аравия повторила ситуацию, и американцы чем их подкупили, то, что у них не было мусора перерабатывающих заводов, и просто овцы, рогатый, мелкий рогатый скот, переносили мусор из точки в точку, то есть был полный хаос, и как раз таки западные представители пришли и сказали, что мы готовы сделать у вас техническую революцию, но в обмен на некие обязательства, так вот вопрос, дорогие друзья, пожелает ли сделать те страны, те государства, транспортную революцию, даже не революцию, потому что революция это свержение чего-то, транспортную эволюцию с ростом ВВП, с освоением тех месторождений, которые на сегодняшний день не освоены, если это им предлагают, и причем не прося что-то взамен в виде финансов, я думаю, что ответ, каждый ответит сам для себя, и ответ будет достаточно однозначный. Ну а я по традиции хотел бы подвести к завершению свой монолог, свое мнение тремя фразами уже, можно четырьмя, то есть это «Строй Skyway, спасай планету», это «Конструи Skyway, эссо бля планет» по-французски, это «Будучь Skyway, захран планету» по-словацки, и «Эпиджа Skyway, мэдж мэгабойгут» по-венгерски, «Строй Skyway, спасай планету», самый глобальный интернациональный Алексей, конечно, я тоже усиленно учу сейчас и по-словецки, и по-словакски, и по-венгерски, вот, поэтому, поэтому, ну пока у меня слабо получается, молодежь, конечно, в этом плане, видите, как очень быстро, вот, и мы это за традицию взяли сейчас, что в каждой, где проводим вебинары, проводим презентации, будем вводить именно «Строй Skyway, спасай планету» на том языке, на котором, поэтому, видите, сейчас французский прозвучал, почему, потому что Алексею готовят презентацию сейчас для правительства Алжира, и для бизнесменов Алжира, вот, Виктор презентует в Танзании там рабочий язык английский, сейчас у нас еще на подходе к Винея, вот, поэтому это направление будет развиваться и развиваться и развиваться, и, вот, поэтому я думаю, что со временем, вот, у нас 75 стран сейчас уже есть инвесторов, поэтому я думаю, что вот на этих 75 языках, ну, там, в различных языках у нас будет звучать этот термин «Строй Skyway, спасай планету», а действительно, сейчас проблемы уже, технические университеты, они оценивают и считают перспективы развития транспортной инфраструктуры вот, Восточной Европы, Центральной Европы, и они сами подходят к тому, что нужно концептуально новое решение, и сейчас они даже теоретически не могли заложить на новые виды, что делать, как развиваться, когда, естественно, они познакомились с перспективами технологии Skyway, они сразу увидели в этом очень живой, серьезный интерес, именно научный интерес, о том, что мы сейчас концептуально дадим новое решение. Для Африки это совсем другой подход, это просто новый этап, новое развитие, которое дает сегодня новая технология, это, естественно, также очень и очень интересно, то есть также мы это сейчас делаем и для Монголии, и для Боливии, вот, и на сегодняшний момент именно такое развитие, и опять же сегодня, если какое-то время назад я был уверен, что мы будем развиваться только вот в странах, которых нет сегодня инфраструктуры, такие как Монголия, Боливия, вот, или Африка, там, которых с нуля надо строить, то сейчас я могу сказать, что такие же проблемы и такая же заинтересованность есть везде, то есть транспортная проблема и транспортный коллапс накрывает всех, все понимают о неизбежности реализации этой, ну, скажем так, глобального проекта и глобальной проблемы, что она требует очень серьезного решения и общего решения, общепланетарного решения, вот, и те миллиарды тонн, которые сжигаются и выбрасываются в атмосферу, и те миллионы людей, которые гибнут на дорогах, и та земля, которая выводится из оборота, соответственно, все это должно быть комплексно решено, и когда мы говорим, что это единственное решение Skyway, то сначала это вызывает некое удивление, то есть изучение, после этого это уже вызывает именно поддержку, восторг о том, что и как мы делаем, поэтому, друзья, наша основная сейчас задача до октября, это сегодня привлекать и привлекать людей, чтобы проект развивался все более и более активно, и здесь я могу сказать, что абсолютно не стыдно будет за тех людей, перед теми людьми, кого вы приглашаете именно сейчас, сейчас это самое интересное время, что дисконты еще высокие, именно венчур проект развивается очень быстро с точки зрения именно новостей, доказательной базы, создано огромное количество материалов, то есть, которые доказательства, именно как доказательная база, и просто перечисление, доведение новостей до новых инвесторов, это сегодня уже вызывает само доверие к проекту, поэтому здесь нам надо сегодня еще более интенсивно работать, вот, и здесь, опять же, то, что у нас сегодня упало количество, вот еще там, три недели назад, среднее количество вебинаров посещения было где-то 300-400 человек, сегодня лето отпускать, тяжело, так сказать, но за счет новичков, и Казань нам показалось, что в зале в 450 человек было половина новичков, в Екатеринбурге было, ну, не половина, но треть казачьих, соответственно, новичков, в Братиславе, ну, там вообще уникальная конференция, там с такой подготовкой, вот, то есть, если так дальше пойдет, так я готов хоть каждую неделю, или каждую, там, две недели ездить над Братиславом, и в страну Востон, как уже говорили, Будапешт, Вену и Прагу на проведение конференции, потому что это, конечно, и уровень, и подготовка, и отдача очень высокая, поэтому, давайте, у меня и просьба, и обращение сегодня ко всем активно работающим, что такого времени, как сейчас, вот, который идет, вот еще вот эти три-четыре месяца, три месяца реально сейчас, его уже больше не будет и не вернуть, и давайте его максимально эффективно сейчас используем для себя, максимально эффективно для лидеров, которых мы привлекаем, и максимально эффективно для инвесторов, которые сейчас входят и получают дискаунты, которые тоже уже никогда не вернутся, поэтому, друзья, сейчас для нас, для всех, хоть и летняя, но и такая горячая пора, в том смысле, что работать надо более интенсивно, что мы и делаем, и эффективность, которую надо делать, это, соответственно, тоже более активно развивать и двигать, и поэтому, те новости, которые у нас сегодня приходят, они нас, конечно, всех радуют, но, друзья, поверьте, нам не то, что на слово, а очень четко, мы их создаем не для того, что нам с Алексеем нравится посещать по 3-5 городов за день и проводить каждый день по конференции, встречаясь с тысячами людьми и с инвесторами, не потому, что, друзья, нам это доставляет огромное удовольствие, это работа, и я могу сказать, очень тяжелая и напряженная работа, но она должна давать результат для того, чтобы мы не снизили темпы строительства, для того, чтобы мы не снизили темпы проектирования, для того, чтобы мы не снизили темпы создания адресных проектов, которые сегодня идут, это еще идет время разбрасывать камни, потому что очень многие затраты по времени и усилиям, которые идут, они еще в предварительной стадии они результат все будут давать со временем, так же, как и с родом Хуком, это, друзья, был год подготовительной работы, прежде чем это вышло на осязаемые результаты, но сегодня эти результаты, накладываясь на общую систему работы, как я уже сказал, что уже возникают партнеры, которые ориентируются на родах Хука или на партнеров, с кем работает компания рода Хука, сегодня возникают проекты, которые можно уже реализовывать совместными усилиями, сегодня в разных странах возникает уже понимание, о значимости применения проекта Skyway, у крупного инвестиционного бизнеса уже четко приходит понимание, что это то направление, которое даст наибольшую прибыль в ближайшие годы, а те, кто владеет месторождениями, что это то, что даст максимальную капитализацию, именно при включении технологии Skyway, и это все сейчас набирает обороты, и именно в это сейчас время, друзья, наиболее перспективно, наиболее интересно входить в проект, это для тех, кто является инвесторами, или для тех, кто сейчас привлекает новых людей, потому что именно в этот период будет формироваться максимальная премия с минимальными рисками, которые сегодня есть, то есть именно с технической точки зрения, потому что еще раз, друзья, оговорюсь, основная сегодня проблема тех, кто не знает о технологии, это о том, что есть она или нет, это просто интернет-проект, или это действительно работающая технология. После октября этот вопрос отпадет, не будет вопроса, есть технологии или нет, все разделятся на сторонников технологии и противников технологии, сторонники тем, кому она нужна, кто на этом будет зарабатывать, кто ее будет продвигать, как прогрессивный бизнес, а противники, те, кому этого не надо. Это будет совсем другого уровня, друзья, взаимоотношения, борьба, противостояние, конфликты другого уровня. И мы абсолютно спокойно к ним относимся, так же, как мы спокойно относились, когда Юницкому доказывали, что это невозможно, порвется, сдует, упадет. Он говорит, друзья, построим, увидите. Проблема была в том, чтобы собрать первых инвесторов и запустить инвестиционный механизм, чтобы показать. Сегодня этой проблемы нет, мы покажем, и все увидят. Не будет вопросов, упадет, не упадет. Как глупо работать с тем, или возражать тому, что уже действует. Так же, как вспомните, в 1898 году Британская Королевская Академия дала официальное заключение, что аппараты тяжелее воздуха, в ближайшие 20-30 лет воздух не поднимутся. И через три года братья Райт подняли первый аппарат, им плевать было абсолютно на то, что говорила Академия Наук. И, соответственно, сама Академия Наук стала говорить, ну, в принципе, при таких вот вариантах он лететь может. Поэтому то же самое сейчас. Технология будет продемонстрирована, показана, но, друзья, начнется другой уровень. И тут мы опять вам можем сказать, мы знаем, как решать эти вопросы. Юницкий знает, как это решать, этот вопрос. И та сегодня система, которая формируется, она также ответит на все вопросы, которые будут стоять, так же, как в свое время ответили на все технические вопросы. Поэтому мы движемся, мы делаем, венчурность из-за этого не пропадет, она несколько снизится, но проект перейдет совсем в другую стадию. Поэтому на сегодняшний момент, так как основной все-таки сегодня стоит вопрос, а существует ли технология или нет, оправдая ли это или нет, то сегодня надо приглашать людей, когда говорят, что в октябре мы это покажем, в октябре вы это увидите, это уже все готово. Это уже для нас не стоит вопрос, это для вас стоит вопрос. Но давайте двигаться дальше и закладывать основу в будущее, которое сегодня вам предлагается. Потому что в октябре венчурная премия будет другая, и соответственно таких возможностей, которые сегодня нет. И вот интересно познакомились с одним бизнесменом в Братиславе. Очень интереснейший такой, ну, молодым человеком не назовешь, все-таки там за 50. Вот, он серьезный инвестор, и серьезно работает, инвестирует. И сейчас он продает один из своих ресторанов, вот, и говорит, вот продаю ресторан, я за него сейчас вот должны там перевести деньги, вот, и вот думаю, что вот куда инвестировать, как это, но все-таки у вас есть сомнения там, вот инвестировать всю сумму или нет? Я говорю, ни в коем случае. Петер зовут, я говорю, Петер, ни в коем случае, то есть, чтобы не было никаких ни сомнений, ни разговоров. Вот выбери для себя комфортную сумму, которую тебе не жалко потерять. Ну, допустим, 10% от этой суммы. От тебя это станет не жарко, не холодно, ты не бедный человек. Вот, и, соответственно, инвестируй эту сумму. И дальше, когда это будет приносить прибыль, тебе будет приятно, у тебя будет единственное сожаление о том, что можно было больше, но ты не инвестировал больше. Но если ты сейчас этого не сделаешь, у тебя будет просто разочарование и отчаяние от того, что у тебя была возможность, и ты ее не использовал. И он так поэтому говорит, да, я, конечно, уже там инвестировал в вас небольшую сумму, ну, в принципе, вот там, как он говорит, десятую часть от своего ресторана я, наверное, вам отдам. То есть это, вот, друзья, действительно уже серьезный подход, который мы видим сейчас вот со стороны немцев, со стороны европейских инвесторов. Они ищут проекты, и почему они сегодня каждый, вот на каждый месяц нас приглашают на заседание клуба европейского агентства бизнес-проектов, потому что им надо постоянно получать информацию, а фактически им надо постоянно видеть новости, и именно живые новости из первых уст, и почему я именно хочу, чтобы Виктор приехал вот на заседание, потому что там будет расширенное заседание, обычно у них 50 инвесторов, которые там приходят с инвестицией от 10 до 50 тысяч евро, а в этот раз под нас собирают расширенный такой клуб, там будет за 100 человек ближе к 150, и как раз, естественно, нужна убедительная такая презентация, а более убедительного, друзья, чем рассказывать о тех новостях, которые сегодня происходят с демонстрацией того, что делается, потому что в Братиславе Виктор сделал очень интересный блестящий доклад, который заключался в том, что он просто показал хронологию строительства, вот, и друзья, когда смотрю, мне потом Алексей говорит, видите, как Виктор стал расти, и как он дает блестящие доклады, я говорю, я ему смотрел сейчас, я говорю, я смотрел на него и искренне ему сейчас завидовал, потому что, когда 2,5 года назад я делал презентации, друзья, не мог вот так вот листая слайды, говорить, вот было полгода назад, полгода назад, три месяца назад сейчас, а потом показываешь анимацию, а потом показываешь красивые картины, скажет, ребята, а потом будет вот так, вот, я показывал ЗИЛ 15-летней давности, работу, фотографии, и так далее, и говорил, что мы соберем конструкторское бюро, что мы получим землю, что мы построим, привлечем, испытаем, продуем, и так далее, и так далее. Сегодня, друзья, просто возникает вот такая действительно хорошая зависть и гордость от того, что мы можем, и Виктор делает блестящие доклады, хотя он с технической точки языков многие вещи, он говорит, мне это и не надо, я не понимаю, хотя тоже Алексей правильно сказал, общаясь каждый день с Юницким, то просто невозможно не становиться профессиональным инженером или профессиональным в области Skyway, поэтому, естественно, что так как человек, который больше всех общается с Юницким, Виктор, просто набирается информации, которая крайне важна, но сама постановка, логика, я даже, когда презентовал для алжиров и французов технологии, я тоже уже избрал эту тактику, у меня есть эта презентация, я так пролистал сначала то, что построено, то, что я сделал, потом показал ролики, потом показал уже анимации, которые есть, и это, конечно, производит самое такое позитивное, самое серьезное, впечатление. Ну вот, друзья, давайте на этом мы будем заканчивать сегодня нашу работу, потому что она все-таки идет по результатам новостей, которые сегодня произошли с тем анализом, естественно, что наше и пожелание, и призыв, друзья, давайте к следующему вебинару, и к следующей работе, привлекайте еще людей, новичков, у меня и так уже в Скайпе постоянно идут контакты уже с крупным бизнесом, то есть с теми инвесторами, и каждая конференция, где проводилась, она всегда сопровождалась и до конференции, и после конференции, вот так же было и в Братиславе, у нас весь день был расписан по поводу встречи, это тоже, кстати, работа очень серьезная, партнера, вот, и здесь уже можно, исходя из тех вопросов, из той постановки, уже четко понимать, делать, что делается, как движется, и к чему мы идем. Так вот, друзья, на этом давайте мы с вами на сегодня работу в том составе, как мы сегодня и заканчиваем, у нас вечером, естественно, с Алексеем также вебинар в 19 и в 20, работаем в штатном режиме, эту неделю, так, вот следующую неделю, так, я посмотрю по графику, у меня там уже будет, уже по-моему, поездка в Ганновер, поэтому посмотрим, ну, обычно, как вы знаете, даже война войной, поездки поездками, а в любой ситуации, мы, конечно, если что-то сверхъестественного нет, то мы вебинар с Алексеем проводим всегда, поэтому эту традицию мы нарушать не будем и в дальнейшем, вот, и еще очень серьезное, чтобы понимание, то, что сейчас пришло и к чему вы должны сейчас понимать, то, что эти вопросы идут постоянно на каждой живой встрече, это корневая технология, это закрытие корневой технологии финансирования и так далее, так вот, друзья, еще раз, чтобы четко вы сейчас для себя осознали, понимали, закрытие, это фактически означает дисконт ноль, о том, что можно будет купить эти обязательства по той цене, по которой они продаются на рынке, соответственно, это начало свободного оборота, вот, и как только компания объявит, что дисконт равен нулю, то есть, никакой премии за привлечение не дается, соответственно, с этого момента означает, что вход на венчурных условиях, фонд, как краудинвестинга, как мы сегодня его организовали, он больше не имеет смысла, дальше вы хотите купить акции, вы приходите, покупаете, и, соответственно, это ваши инвестиции, ваши дивиденды, ваши риски, которые вы на себя берете, вот, сегодня за привлечение, за наше партнерство, мы, соответственно, с вами делимся интеллектуальной собственностью, и Юницкий выписывает ту венчурную премию, которая сегодня, наша задача, как команда, реализующая проект, это капитализировать, и единственное, что мы вам обещаем, вот тут мы вам говорим абсолютно четко, и это гарантируем, и обещаем, это то, что зависит от нас, почему я могу об этом говорить, и мы несем за это ответственность, это то, что интерес к проекту будет постоянно возрастать, мы над этим работаем, мы вербуем новых людей, мы общаемся с новыми бизнесменами, с правительствами разных стран, и мы вам четко можем гарантировать, друзья, как людям, которые пришли в проект, что интерес к нему будет постоянно возрастать, что будет увеличиваться количество адресных, а, соответственно, это уже 100% увеличивает капитализацию, поэтому мы вам не гарантируем, что укладывать деньги, как сегодня говорят, сколько я заработаю, когда вы уложите, это может показать только рынок, и только бизнес, который реально сейчас развивается, а вот то, что интерес к этому будет постоянно, ну, друзья, здесь уже с точки зрения экономики, Самуэльсона, прежде всего, самое дорогое в любом продукте, друзья, это на него спрос, именно платежеспособный спрос, и, соответственно, понимая, что спрос будет постоянно расти, значит, постоянно будет капитализироваться тот инвестиционный пакет, который вы сегодня сформировали, ну, вот, на этом давайте мы сегодня будем заканчивать, давайте, строй SkyWay, спасай планету, Алексею на всех остальных языках, мы как молодому полиглоту оставим за ним, вот, соответственно, он у нас будет постоянно демонстрировать новые и новые возможности SkyWay, а я, друзья, на этом с вами прощаюсь, те, кто вечером будет, еще увидимся, а так, до новых встреч, до следующей среды, всего доброго. Ухудшенный вариант. Да. Первое поколение. Да. Не, старый паровоз был 5%, это уже современный паровоз. Это первое поколение нового транспорта, поэтому, чем последнее поколение, предыдущего, да. Предыдущего, да, детских болезней еще. Да. Так, теперь переходим к нашему транспорту, к юнибусу. Здесь, я беру электрическую часть, здесь у нас стоит мотор-колесо, КПД у него, КПД, энергетическое мотор-колеса, 96%. У нас эти мотор-колесы разработаны, они у нас есть, это наша разработка в том числе. Ага. Удачее.